ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА 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 28 мая 1999 года было положено начало созданию системы охраны и защиты государственной границы Кыргызстана. А уже в июле кыргызские пограничники приступили к самостоятельной охране кыргызско-китайского участка государственной границы. Анализ складывающейся обстановки на государственных границах Кыргызской республики и ее прогноз показывает о том, что сегодня на границах существует угроза проникновения международных террористов. На сегодняшний день существует угроза провоза через государственную границу оружия, боеприпасов, наркотических средств. Одной из главных существующих проблем, я как командующий пограничными войсками, считаю, что это незавершенность законодательного закрепления прохождения линии государственной границы на Кыргызско-Таджикском и Кыргызско-Узбекском участках. Первым и серьезным испытанием для молодого и независимого государства стали Баткенские события. Вторжение в 1999 году международных бандформирований в южных регионах республики заставило общественность и политическое руководство страны уделить пристальное внимание вопросам пограничной безопасности. Баткенские события 1999 года наглядно продемонстрировали мужество и героизм зеленых фуражей. В летопись вооруженных сил Кыргызстана золотыми буквами вписаны имена семи военнослужащих Майлисуйского батальона особого назначения, погибших в боестолкновении с вооруженными бандформированиями террористов. Вечная слава героям! Наряду с мерами, предпринятыми для стабилизации обстановки в южных регионах, пограничники начали работу для обеспечения безопасности по всему периметру государственной границы Кыргызской республики. Создание нормативно-правовой базы о государственной границе и делимитации границы с Китаем и Казахстаном стало еще одной вехой в истории молодого государства. В целом было создано 69 пограничных застав и открыто 25 подразделений пограничного контроля. Сбор потребует отряды. Есть наш пограничник? Завершено формирование пограничного пространства Кыргызстана по всему периметру государственной границы. Несмотря на наличие спорных территорий, водноземельные притязания сторон и многие другие проблемы, которые уже в течение 20 лет сдерживают процесс делимитации и демаркации государственных границ с Республикой Таджикистан и Республикой Кыргызстан, пограничными войсками Кыргызстана реализуется комплекс мер по совершенствованию системы обеспечения пограничной безопасности по всему периметру государственной границы. Анализ обстановки в Республике выявил трансформацию современных угроз государственной безопасности Кыргызстана. Трансграничная преступность, международный терроризм со специфической религиозной окраской, Наркотрафик, нелегальная миграция и широкомасштабная контрабанда, осуществляемые через государственную границу Кыргызстана. Учитывая современное состояние государственной границы, незавершенность процессов делимитации и демаркации, а также отсутствие инженерного оборудования на границе, руководством пограничных войск Кыргызстана было принято решение о проведении мероприятий по войсковому прикрытию наиболее уязвимых участков государственной границы. В районах с сопредельными государствами пограничные войска постоянно проводят специальные мероприятия, цель которых – выявление экстремистских групп и организованных преступных группировок. Ежедневно кыргызские пограничники сталкиваются с приграничными инцидентами, проблемами незаконного выпаса скота, вырубки лесных насаждений, самовольного освоения территории и других видов нелегальной промысловой деятельности, осуществляемой гражданами сопредельных государств на территории Кыргызстана. Активную помощь пограничникам в охране границы оказывают жители приграничья. Командирами соединений и подразделений постоянно проводится разъяснительная работа. Деятельность центральных магистральных экономических ворот Кыргызстана, пунктов пропуска Каэнды, Железнодорожный и Акджел-Автодорожный отличаются высокой пропускной способностью лиц, транспортных средств и грузов. Здесь жестко пресекают любые противоправные действия граждан, в том числе попытки провоза наркотических средств. Основной пик нарушений государственной границы и ее режима приходится на весенне-летний период. Именно в это время увеличивается поток контрабандных грузов, товаров, запрещенных к возу на территорию республики, и объем наркотиков, перевозимых через границу. Наряду с охраной сухопутных и речных участков границы, основной формой служебно-боевой деятельности войск является пограничный контроль. Ежедневно главные воздушные ворота страны, аэропорт Манас, пересекают тысячи граждан из разных стран мира. Постоянное совершенствование системы пограничного контроля позволяет кыргызским пограничникам эффективно бороться с наркотрафиком, контрабандой и другими современными угрозами и вызовами. Пограничными войсками предпринимаются меры по упрощению и облегчению системы пограничного контроля для законопослушных граждан. Укрепляя международное сотрудничество по пограничным вопросам в системе коллективной пограничной безопасности с Советом командующих пограничных войск стран-участниц СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, с программой развития ЕС-ПРООН «БОМКО», с США по программе «Партнерство ради мира», Международной организации по миграции «МОМ» и ОБСЕ, налаживание двухстороннего сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья позволило пограничным войскам Кыргызской республики не только завершить прикрытие стратегических направлений кыргызстанской границ, но и обеспечить охрану всего периметра государственных рубежей страны. Одной из ключевых задач, стоящих перед пограничным ведомством, является необходимость развития профессионального потенциала войск. Органами управления пограничных войск ведется работа по повышению профессиональной подготовки военнослужащих, их военного мастерства и боеготовности. Особое внимание уделяется обучению будущих офицеров-пограничников. Активное сотрудничество пограничных войск Кыргызстана со стратегическим партнером государства Российской Федерации позволило кыргызским пограничникам оснастить отряды специального назначения модернизированным вооружением, средствами связи и автомобильной техникой. В 2010 году указом президента Кыргызской республики пограничная служба была преобразована в пограничные войска Государственной службы национальной безопасности. Надежная охрана границы является непременным условием и основной предпосылкой обеспечения суверенитета и территориальной целостности государства. Каждое независимое государство имеет свои государственные символы. Сегодня государственными силами официально считается государственный флаг, государственный гимн, государственный герб. Но сегодня, как руководитель пограничного ведомства, я считаю, раз есть государство, то обязательно у этого государства есть граница. А раз есть границы, эти границы кто-то должен сегодня охранять и защищать. В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, в соответствии с законами Кыргызской Республики, о государственной границе, о пограничной службе, эта задача возложена на пограничные войска. В прошлом году по решению Совета обороны Кыргызской Республики увеличена штатная численность пограничных войск. Решением пограничных войска были увеличены на 500 статных единиц. В соответствии с данным увеличением мы открыли новые пограничные заставы, новые пограничные посты на направлениях сосредоточения основных усилий пограничных войск. И учитывая существующие угрозы пограничные войска, имеющимися силами, средствами взаимодействия, взаимодействующими министерствами, государственными органами, местными государственными администрациями, во взаимодействии с пограничниками соседних государств, предпринимают усилия для предотвращения этих угроз, принимают меры по надежной охране и защите государственной границы. В ходе реализации стратегии комплексного управления государственной границей в сфере пограничной безопасности произойдут коренные изменения, которые положительным образом отразятся на охране и защите государственной границы и национальной безопасности государства в целом. Основным признаком государства является наличие территории и четко обозначенных ее границ, в пределах которых в полном объеме реализуется суверенитет и независимость страны. Это определяет особую роль пограничных войск в системе мер, обеспечивающих безопасность и территориальную целостность государства. Граница – это не просто линия на карте. Граница – это, прежде всего, гордость за гостеприимный кыргызский народ, который, несмотря ни на что, сумел сохранить родной язык, территорию, свою самобытность и культуру. Кыргызская республика – это страна, где проживает более 70 этносов и национальностей. Все они считают Кыргызстан своим родным домом. А еще – это родина тех, кто готов беззаветно служить ей на самых передовых рубежах. Тех, кто, невзирая на тяготы и лишения службы, стоит на страже самого ценного, что есть у кыргызстанцев. Это наша земля, общая история и наша свобода, которые охраняют люди в зеленых фуражках. Пограничники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова